Во Дворце пионеров и школьников в Орске прошел всероссийский конкурс «Безопасное колесо», где юные школьники рассказали и показали на практике свои знания правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие 32 школы города. Сегодня на базе городского детского центра безопасности дорожного движения «Цветофор» Дворца пионеров и школьников города Орска проводится муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2022». Данный конкурс проводится ежегодно, он стал традиционным. В данном конкурсе сегодня принимают участие 32 школы города Орска, 32 отряда ЮИД, ребята которых будут соревноваться в знании правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рассказывают, что мероприятия в первую очередь направлены на формирование законопослушного поведения на дороге среди детей и на сокращение числа ДТП с несовершеннолетними. В данном конкурсе ребята у нас будут проходить пять станций. Это знатоки ПДД, теоретические их знамены на знание правил дорожного движения. Это основы оказания первой помощи. Это фигурное вождение велосипеда. Занятия в автогородке, практические занятия в автогородке. А также командами были предоставлены презентации ПДД на этапе интеллектуально-творческого конкурса. Конкурс проводится в три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский финал. Команда, победившая в Орске, будет участвовать в региональном этапе. Ребята, смотрим на интерактивную доску. Видим, да, схематично изображен перекресток, на котором изображены транспортные средства. Также у нас есть регулировщик. Руки мы разъединены в стороны. Исходя из этого положения, каким транспортным средством сейчас разрешено проезжать. Разрешено ехать по вот этому направлению. Не стоит забывать и об индивидуальных заслугах каждого из участников. Ребята, показавшие лучшие результаты, будут номинированы и награждены в рамках личного первенства. О своих впечатлениях нам рассказали юные участники конкурса. Самое сложное, наверное, это была все-таки змейка. Там надо было проехать аккуратно, не сбить, получается, эти знаки. Ну и, скорее всего, расставить в правильном положении знаки какие-то на интерактивной доске. Нужно было разобраться, подумать хорошо, где что должно стоять. Продолжение следует...